Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Бердюгина, я преподаватель проекта Художник онлайн. Я рада представить вам наш новый курс по жидкому акрилу. Мы записали небольшой курс, состоящий из трех работ, сюжетами которых будут морской пейзаж, абстрактный цветок и текстура камня. Эта техника довольно известная и распространенная. Мы решили записать такой небольшой курс для того, чтобы нам с вами немного уйти от академических рамок и в большей степени поработать над образной составляющей холста. Для тех, кто уже имеет определенный бэкграунд в рисовании и хорошо общается на ты с разными материалами, я думаю, это будет хорошей возможностью разнообразить свою творческую практику. Я думаю, вам будет интересно поработать в такой технике, где нужно использовать очень много жидкого, льющегося и струящегося материала. За счет густого и истекающего слоя создавать разнообразные интересные сюжеты, работать с композицией пятна, работать над передачей разной текстуры и практиковаться в работе с цветом и колоритом, что очень важно в этой технике для создания более образного холста. Для тех, кто еще только ищет себя и начинает свой творческий путь, эта техника также будет довольно интересной. Это поможет вам раскрепоститься и в дальнейшем не бояться каких-либо материалов. Ведь техника сама по себе очень свободная и она в основе своей подразумевает такой подход смелый, дерзкий и экспрессивный. В этом курсе на первом уроке мы с вами подробно разберем все необходимые нам материалы. Так как материалов нужно много, необходимо будет грамотно подойти к подготовке, но при этом все материалы, что на самом деле удивительно, бюджетные и легко доступные. И за счет этого вы сможете создать в дальнейшем большое количество холстов после работы по данному курсу. Также в уроке по материалам мы с вами выполним небольшое тестовое задание, где в свободной форме польем краску, научимся замешивать тот связующий состав, который нам необходим с колером, с фигментом и немножко познакомимся с материалом, с его текстурой, что в дальнейшем поможет нам более смело подойти уже к решению задач в конкретных уроках. В уроке, где мы будем изображать песчаный берег, мы с вами поработаем над композицией светлых и темных пятен, поработаем над созданием определенного рода текстуры ячеек. И, конечно же, в курсе вы узнаете, за счет чего сделать такую текстуру, работая в технике Fluid Art. Композицию с абстрактным цветком мы с вами выполним на круглом холсте, что довольно эффектно может в дальнейшем компоноваться в какой-либо интерьер. Здесь мы будем использовать интересную технику, на которой и выполним этот урок. Уже обо всем узнаете конкретно в самом курсе. И, конечно же, текстура камня. Активно этот визуальный ряд используется художниками, работающими в этой технике жидкого акрила или технике Fluid Art. Мы с вами также не обойдем эту тему и методом определенной заливки постараемся передать на холсте красивую текстуру. За счет разнообразных заливок быстро и эффектно создадим красивый образный холст. На мой взгляд, данная техника является достаточно медитативной и, на самом деле, очень хорошо подойдет людям, уже хорошо рисующим и работающим с разными красками и в разных медиумах. Потому что данный материал дает возможность как бы немножко уйти от своих рамок, уйти от какого-то жесткого академического рисунка, от какого-то строгого поэтапного методичного ведения работы. Что мне кажется, для каждого художника очень важно. Иногда нужно уходить в сторону для того, чтобы... Что мне кажется, для каждого художника в целом очень важно. Менять свои техники, подходы и пробовать что-то новое. Я надеюсь, вам будет интересно поработать в данной технике. Буду ждать вас на курсе.